Так, слушайте, по поводу того, что написали мне, у вас, украинцев, оружия своего нет, вы все там, сами ничего не делаете, в отличие от Российской Федерации, и это типа должно давать преимущество Российской Федерации. Все обстоит ровно наоборот на глобализацию, понимаете, не просто так началась, а именно потому, что это распределение труда, понимаете. Я не знаю, может вы слышали про такой эксперимент, когда там делали английскую булавку один человек, ее делают там в течение рабочего дня, допустим, 10 тысяч, а когда посадили на эту английскую булавку делать, что один загибает, другой обрезает проволоку, там 10 человек, они сделали не 100 тысяч, а миллион, то есть 10-ти кратное увеличение производительности труда, понимаете. Почему сейчас вот поехал Блинкин в Китай и говорит китайцам, прекращайте помогать этому самому Российской Федерации, то есть Российская Федерация что-то покупает у Китая, там какое-то оружие, там, я не знаю, какие-то там запчасти, там еще что-то. Почему? Могла бы же сама делать, да почему Россия так против того, чтобы такие санкции против нее вводились? Именно потому, что, ну не хватает производственных мощностей, не хватает ресурсов человеческих. То есть гораздо выгоднее, удобнее, чтобы булавки производились здесь, там что-то еще производилось там, но это, по-моему, очевидные вещи. Довольно странно, что взрослым людям об этом приходится, такие элементарные вещи объяснять, что гораздо выше производительность, если ты занимаешься специализированно вот этим узким своим производством, кто-то занимается узкой специализацией, то есть именно поэтому, в общем, это такое, я даже удивлен, что, что я хотел еще по этому поводу сказать. Я все время, когда про санкции, когда я перечисляю, почему стоит больше поводов для оптимизма у украинцев, чем пессимизм, я все время перечисляю, забываю как раз про санкции против Китая. Сейчас уже Китай, он прислушивается к Америке, потому что гораздо больше рынок в Америке, чем у Китая с России. То есть уже сейчас банки перестают перечислять, принимать платежи, да, под санкциями, он сегодня это Яковину слушал, он говорит, даже ты купил там, я не знаю, плюшевого мишку ты купил в Китае, а она едет по РЖД через Россию, а РЖД под санкциями Америки, в банк Китая попадает, там, или производство под санкции, кому это надо, головная боль. В общем, отказывается. То есть, когда я перечисляю преимущества, да, смотрите, у нас подписали пакет, который мы всем ждали, американцы, 61 миллиард долларов. Потом Британия подписала на 500 миллионов фунтов стерлингов, свой пакет рекордный для себя. Потом, что там, самолеты приходят, вот в мае уже, получается, у нас Норвегия, Дания, Нидерланды поставляют самолеты, да. И еще добавилось, буквально сегодня услышал, что Бельгия говорит, что мы будем теперь уже постараемся не в 25-м году, а в 24-м, постараюсь, в этом году поставить эти самолеты тоже, F-16, соответственно, с обвесом и всем остальным самолеты. Иванова этого Тимура взяли за жабры, да, начался схватка бульдогов под ковром, блин, начинается. То есть, это третий человек в Российской Федерации, его берут под усы. Это хорошо, что они там между собой сраться начинают. Этот самый Кадыров то ли умирает, то ли притворяется, что умирает. В любом случае показывает, что он недееспособен и начипает МНФ, да. То есть, это опять же хорошо. То есть, разлад хороший. Что там, шестое, это было то, что не закончились потопы, начались пожары в Российской Федерации. Это, блин, бонус просто. Там, НПЗ мы уничтожаем, да, сегодня вот одно, по-моему, где-то рохнули что-то. Да, и плюс к этому еще санкции Китая, которые явно будут водиться. Блинкин сказал, что не будете этого делать вы, будем принимать действовать мы. Не будете принимать усилия вы, начнем предпринимать усилия мы. Он вам прямо угрожает Китаю, да. И еще по поводу сегодняшнего видео, выложил я видео по поводу того, что всем сторонникам идеи, что Украину создал Ленин, да, я показал, как найти. Есть такая 1665 года основания Лондонская газета. И вот в номере от 8 октября 1737 года там описывается, что войска Миниха там пошли на Украину. В Украину, блин, из этого, в город Бахмут. То есть, вы можете просто задать это, да. То есть, я там долго и нудно объяснял, как это делать в войсковике. Просто я сейчас попробовал в Firefox. Просто сказал этот самый, говоришь. The London Gazette, 7 октября 1937 год. Первая страница, первый абсадс, там уже, ну, на английском, если вы считаете. И мне пишут, а что же это такое, блин, по Украине ходили русские войска с этим Минихом. Ну, потому что, то есть, я эту статью приводил по поводу того, что за 150 лет до рождения Ленина уже существовала Украина, куда, где ходили эти войска, этого Миниха. И мне говорят, а что же это русские войска по Украине ходили. Да очень просто. Потому что в 1654 году, после Переяславской рады, Украина присоединилась к России. Ну, да, пошел на поклон московскому царю. Да, это было, это факт истории. У меня в Харькове памятник стоит, который поставили в 1954 году на мосту на Харьковском. Называется, не знаю, может, снесли уже его. Но у меня видео есть в YouTube, я их снимал, эти памятники. Стоит в косоворотке этот расист, стоит украинский казак. Они друг друга то ли за руки держат, то ли обнявшись, я уже не помню. То есть, вот, его построили, этот мост, в 1954 году в Советском Союзе. Построили в честь 300-летия объединения Украины с Россией. Understand? Так что, да, ходили по российские войска, конечно, по территории Украины. Там еще важно, что, там этот англичане пишет, что он возвращается в Украину, в Бахмут. То есть, чтобы всем было понятно, что Донбасс это Украина. И даже, да, это была Украина и Донбасс. И никто там не на этом не рассказывает, что отдали Донбасс там или отдали еще что-то такое. Понятно, ребятки? Все будут Украина.